Не так давно о такой проблеме, как рассеянный склероз, мало кто знал. Тем не менее, сегодня она актуальна, социальна и касается миллионов людей во всем мире. Что такое рассеянный склероз, как его опознать и как с ним жить, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Звоните доктору. Сегодня приехала непосредственно к доктору. Я с удовольствием представляю Алексея Нилова, врач-невролог, руководитель Центра рассеянного склероза, больницы Середавина. И, собственно, такова и тема нашей сегодняшней программы. Алексей Иванович, прежде всего, конечно, что же такое рассеянный склероз и имеет ли это заболевание какое-то отношение к нарушению памяти? Как принято считать, мы же, когда что-то забыли, говорим, ой, у меня склероз. Что это такое на самом деле? Здравствуйте! На самом деле рассеянный склероз непосредственно к нарушению памяти, конечно, не имеет отношения. Это тяжелое заболевание, которое, к сожалению, поражает лиц молодого возраста. То есть забывчивая бабушка – это не совсем рассеянный склероз, конечно. Это заболевание аутоиммунное. То есть развивается оно в результате патологии иммунной системы. Алексей Иванович, я думаю, что слово аутоиммунное, наверное, тоже лучше прояснить, потому что оно звучит достаточно часто. Да, соответственно, у каждого человека есть иммунная система. И в нормально работающем, функционирующем организме она защищает нас от внешних угроз – вирусов, бактерий и разных других. В идеале, да? Да, в идеале. Но в какой-то момент, и, к сожалению, не до конца понятно почему, случается срыв программы, и собственные клетки начинают атаковать оболочку центральной нервной системы, она называется миелиновая, и разрушать ее. Так вот, разрушение собственным же клетками организма собственной оболочки – это аутоиммунная проблема. Что-то близкое к коронавирусу, нет? Нет, коронавирус – это вирусные проблемы, да, да, вирусы могут тоже, конечно же, вызывать патологию иммунной системы, но немножко другую. Это внешние воздействия, а здесь это именно внутри организма происходит без какого-либо внешнего воздействия. Соответственно, разрушая оболочку центральной нервной системы, в той или иной степени возникают различные нарушения центральной нервной системы, которые проявляются как раз симптоматикой рассеянного склероза. Но она очень многообразна, потому что вот эти нарушения, они могут развиваться в любой точке центральной нервной системы, соответственно, нарушения тоже могут быть разнообразными. Так и болезнь называют болезнью с тысячей лиц, потому что симптомы могут быть как нарушение чувствительности, нарушение зрения, нарушение движения, то есть совершенно разнообразными. Они могут сочетаться, быть в той или иной различной степени выраженности у разного человека. Поэтому в этом иногда состоит и трудность диагностики этой довольно тяжелого заболевания на первых этапах. На этапах именно постановки диагноза. Потому что не существует симптомов, которые бы говорили четко, что вот это рассеянный склероз. Ну потому что, как для примера, вот есть инфаркт миокарда, боль в сердце, да, это самые яркие проявления. Там, те же, там, коронавирус, даткашель, там, повышение температуры. Здесь же могут быть различные симптомы, патологии нервной системы сочетаться в различной тоже степени выраженности. Поэтому это затрудняет вот раннюю диагностику. А вы сказали, что очень часто подвержены заболеванию именно молодые люди. А с чем это связано? Да, это заболевание именно молодых. Это связано, опять же, с тем, что нарушается работа иммунной системы именно в молодом возрасте, то есть срыв. Поэтому пик заболеваемости первичной приходится на возраст от 20 до 30 лет. Страдают чаще женщины, то есть где-то в 2,5 раза чаще это заболевание диагностируется у женщин. Но в то же время они более легко болеют подчас, потому что у мужчин, как правило, заболевание более тяжело может проявляться. Соответственно, вот этот миф о том, что склероз – это забывчивость, на самом деле… Вот интересно, почему этот миф вообще появился, не научный вопрос, конечно. Ведь на самом деле это заболевание было открыто в XIX веке, и тогда не было еще современных методов диагностики. И у лиц, которые страдали рассеянным склерозом, им диагноз ставили часто на вскрытие уже. И они видели на вскрытии участки измененной ткани мозгового вещества, как склерозирование склероза. Отсюда и пошел склероз, и это укрепилось. А рассеянный за счет того, что это размытая картина по всей центральной нейросистеме. То есть множественные участки в головном, в спинном мозге, соответственно, рассеянные. Как и симптоматика, так же и в участке этой демиеленизации, то есть нарушение вот этой миелиновой оболочки. Она называется демиеленизацией, которая вызывает вот этот аутоиммунный процесс. Поэтому так вот исторически сложилось, что заболевание до сих пор так и называется – рассеянный склероз. Вы сказали, что раньше вообще только при вскрытии определяли уже это. И означает ли это, что рассеянный склероз может вести к летальному исходу? И если да, то насколько это распространено? Ну, смерть от рассеянного склероза – это глубоко далекое прошлое. В настоящее время от рассеянного склероза не умирают. Это не является причиной летального исхода. Скорее, при запущенных стадиях и без лечения наступают какие-то вторичные осложнения, которые приводят к летальному исходу. А так это не смертельные заболевания. То есть и на данном этапе хорошо контролируется с помощью современных методик лечения. Мы, собственно, так и назвали сегодняшнюю программу «Болезнь с тысячей лиц». И вы сказали, что симптомы совершенно многообразные. Тем не менее, есть какие-то основные? И особенно, существуют ли какие-то тревожные звоночки внутри, когда можно хотя бы заподозрить сразу как-то вовремя? Да, конечно, существуют симптомы, которые наиболее часто встречаются в дебюте заболевания. Это может быть нарушение зрения на один, ну, реже на оба глаза. Причем нарушение зрения не такие, как будто человек видит через матовое стекло. То есть это может быть... Плюс это может сопровождаться болью при движении глазных яблок. Именно чаще за глазным яблоком ощущение боли. Это могут быть различные нарушения чувствительности. Анемение, покалывание, нарушение чувствительности даже на половине тела. Но причем здесь важно сказать о том, что если эти симптомы какие-то нестойкие, ну, условно, вы проснулись с утра, вас анемели кончик пальцев, и через там несколько секунд, минут это все прошло. Скорее всего, это, конечно, не связано с патологией центральной нервной системы. Это что-то там периферическое, остеохондроз или еще что-то. А стойкие нарушения, которые длятся более суток, иногда недели, да, сохраняются. Вот на эти симптомы можно и, и нужно обратить внимание и обратиться вовремя к специалисту. Соответственно, вот зрительные нарушения, нарушения чувствительности. Часто встречаются нарушения походки. То есть пациенты говорят о том, что я стал не так как-то ходить, я не могу бегать. Появилась какая-то утомляемость в одной ноге, либо в обеих нижних конечностях, при физической какой-то нагрузке. Могут быть нарушения различной функции тазовых органов. То есть это может быть как-то неудержание мочи, наоборот, задержка мочеспускания, проблемы с запорой или еще что-то. Ну, то есть различные нарушения. Это могут быть нарушения координации. То есть неустойчивость при ходьбе, пошатывание, головокружение. То есть симптомы самые разнообразные. То есть то, с чем, в принципе, встречается ежедневно врач-невролог в своей работе. Ну и, соответственно, к нему может прийти пациент. И подчас вот стертые какие-то симптомы, они могут имитировать картину другого заболевания. Иногда довольно в дебюте заболевания бывает яркая симптоматика, то есть довольно выраженная. И пациента даже привозят с подозрением на инсульт. Но так как это пациент молодого возраста, инсульты довольно редко встречаются, к счастью, в молодом возрасте. Поэтому при дальнейшем диагностическом поиске, соответственно, выявляют диагноз растений склероз. Вы сказали, что это заболевание относится к разряду, ну, может быть, загадок медицины. Я так образно скажу в том смысле, что причины его появления так и до сих пор окончательно не обозначены, да, что вот первое, второе, третье. Тем не менее, а вот может, получается, что появится такое заболевание у абсолютно здорового человека? Вообще никаких рисков, что ли, нет? Ну, смотрите, на самом деле сейчас основная теория – это полиэтиологичное. То есть несколько теорий, которые объясняют происхождение рассеянного склероза. Искали очень много генокандидатов, чтобы найти тот конкретный ген, который, может быть, запускает вот этот вот аутоиммунный процесс, но такого не нашли. Несколько генов есть, которые могут отвечать за запуск именно вот этого срыва работы иммунной системы. Но у двух одинаковых людей с одинаковым набором этих патологичных генов одного может развиться, а это заболевание, а у другого нет. Это заболевание зависит от внешних факторов среды. К таким относятся проживание в определенной климатической зоне. Чем дальше от экватора, тем более распространена заболеваемость рассеянным склерозом. Да, соответственно, вот если брать Евразию, наш материк, то наиболее распространено это Западная Европа, Северная Европа, то есть это страны. Россия относится к средней заболеваемости, то есть у нас фиксируется, и в Самарской области тоже наш регион относится к зоне со средней заболеваемостью. У нас в Самарской области порядка двух с половиной тысяч пациентов с рассеянным склерозом. Если взять аналогичные показатели Швеции, Норвегии, там у них в два раза больше. Соответственно, один из факторов – это среда, где человек живет, и это связано, опять же, с количеством солнечных дней. И напрямую связано с концентрацией витамина D в крови. Чем, соответственно, меньше мы получаем солнышко, и, соответственно, естественно, витамина D, соответственно, более подвержен риск развития любого аутоиммунного заболевания, в частности, рассеянного склероза. Дальше – это какие-то неблагоприятные факторы среды. Это какое-то производство химическое, может быть, либо еще что-то экология, конечно. Вредные привычки, конечно, курение, злоупотребление. А наследственность? Вот наследственность, да, что есть гены кандидата, то есть дефект определенных генов, но их несколько, которые могут привести к развитию этого заболевания. Но в то же время это не генетическое заболевание, оно не передается наследству. Хотя есть какие-то семейные случаи, где болеет и, скажем, мама, и ребенок. Но это единичные, поэтому чисто генетическим заболеваниям, чтобы сделать вот анализ на какой-то определенный ген, как это в чисто генетических заболеваниях, такого нет. Да, соответственно, четкой картины сказать, что вот что приведет к развитию данного человека к этому аутоиммунному срыву, сказать, к сожалению, нельзя. Удивительно природа наша. Есть ли так много симптомов и так много проявлений у этого заболевания? Я даже предположить не могу, как вы вообще его диагностируете. Какие есть методы? Ну, самое основное, это, конечно же, сбор подробной анализы. Потому что, как правило, пациенты могут прийти уже не с первым дебютом. Часто вот эти, если первые симптомы бывают, ну, незаметными. Ну, вот, предположим, нарушение чувствительности. Ну, онемела рука длительно. Ну, связали там, отлежал руку, либо там перетренировался, либо еще какие-то. Часто заболевания дебютируют у женщин после родов. И, соответственно, они заняты ребенком, не до себя. Ну, и также многие симптомы связывают на утомляемость, на ребенка носило и рука немела, там, еще что-то какие-то. Соответственно, с этим не обращаются. Эти симптомы могут самостоятельно даже без лечения пройти. И следующая атака, обострение рассеянного склероза может пройти через несколько месяцев, иногда даже несколько лет. И порой на приеме очень сложно пациентам бывает вспомнить, что же были, и что же, и какими были первые симптомы, и когда они развелись. Соответственно, основное в диагностике – это четкий анамнез пациента, симптомы, в дальнейшем нейрологический осмотр, ну и дополнительные методы исследования, одним из которых является магнитно-резонансная томография, то есть МРТ головного и при необходимости шейного и грудного отделов спинного мозга, которые нам позволяют выявить специфические изменения, то есть увидеть эти очаги демилизации, о которых мы говорили, о которых раньше можно было только навскреть, а сейчас благодаря МРТ мы можем увидеть эти очаги при жизни человека, поставить диагноз и начать вовремя лечение. Про лечение. Какие все-таки основные его принципы? И здесь достаточно бывает медикаментозных средств, или человеку нужно еще как-то и корректировать свой образ жизни? Ну, касаясь аспектов лечения, его можно разделить на несколько основных этапов. И первым этапом, как правило, с чем сталкивается первичный пациент, это лечение обострения, то есть это лечение тех симптомов, которые сейчас развелись. Здесь, как правило, применяется гормональная терапия в высоких дозах, проводится, как правило, в стационаре. При неэффективности возможно проведение плазмофереза даже. Вторая большая группа препаратов, которые применяются для лечения, это препараты, изменяющие течение растения склероза. Вот такое название. Это препараты, которые модифицируют течение болезни, то есть меняют. Они воздействуют как раз на иммунную систему. Этих препаратов в настоящее время достаточно много. Мы имеем большой арсенал сейчас этих средств. И если рассматривать даже где-то 15-20 лет назад, эти препараты, некоторые из них только появились. А сейчас этих препаратов довольно широкий выбор. И благодаря этому мы можем помочь практически любому пациенту на любой стадии. Хотя раньше мы могли только помогать на каких-то начальных стадиях, они оказывали свое действие. Эти препараты применяются, как правило, длительно. Ну, можно сказать, пожизненно. И благодаря им мы можем затормозить, а иногда даже остановить прогрессирование заболевания. Потому что рассеянный склероз относится к прогрессирующим заболеваниям. К сожалению, оно неизлечимо. Не существует на данный момент никаких методов, чтобы полностью избавиться от него. Но благодаря этим препаратам мы можем четко затормозить болезнь и контролировать ее. Алексей Иванович, а вот могу предположить, что в работе вашего центра накоплен, во-первых, большой опыт, да? И, возможно, вы используете не только какие-то общепринятые протоколы, а что-то уже к чему-то и пришли непосредственно здесь у вас, каким-то методикам. Ну, смотрите, если говорить о препаратах, опять же, которые модифицируют болезнь, заменяют течение, то это препараты, которые применяются на территории как Российской Федерации, так и всего мира по определенным протоколам, стандартизированным. То есть это стандартные какие-то дозировки препаратов. И благодаря федеральной программе, которая называется 14 высокозатратных нозологий, пациенты обеспечиваются этими препаратами бесплатно, как они дорогостоящие. По-различному они, схемы введения существуют, есть, где пациенты сами себе выполняют подкожные инъекции, ну, по аналогии, как вот введением инсулина, предположим, при сахарном диабете. Есть препараты, которые вводятся в нашем центре, внутривенно, соответственно, тоже с различной частотой. Существуют какие-то новые инновационные методики, которые, может быть, еще только опробируются. Это на стадии клинических исследований. Соответственно, клинические исследования также проводятся на базе, как нашего центра, так и на базе Самарского государственного медицинского университета. Но это препараты, так сказать, из будущего. То, что в дальнейшем мы будем применять активно. Потому что все препараты, которые мы сейчас в реальной клинической практике, они, конечно, прошли клинические исследования. Основная, конечно, база – это вот те препараты, которые получают препараты в рамках федеральной программы. Если рассеянный склероз полностью излечить нельзя, тогда что вы считаете хорошим результатом лечения? Существуют критерии хорошего результата. Это отсутствие обострений. То есть обострение – это появление каких-то новых симптомов или усугубление существующих. Второе – это отсутствие новых очагов вот этих демилизаций, вот этих бляшек по данным МРТ. Потому что пациенты должны выполнять с определенной частотой МРТ головного мозга. То, что мы следим, это один из результатов эффективности терапии. И третье, что можно назвать, это отсутствие прогрессирования заболеваний по неврологической шкале. То есть при осмотре невролог оценивает симптомы, и, соответственно, с помощью специальной шкалы мы можем выделить определенный балл, инвалидизация он называется. Соответственно, он градируется от нуля и до 10, и самое максимальное. Соответственно, отсутствие прогрессирования по этой шкале является еще одной из целей, которую мы пытаемся добиться с помощью лечения. И кроме, конечно, вот этих лечений и обострений, лечений препаратами, очень важна, конечно, симптоматическая терапия. То есть это та терапия, которая направлена на коррекцию уже существующих нарушений. Иногда они, к сожалению, остаются стойкими. То есть не все можно побороть с помощью лечения обострений или этими препаратами, о которых я говорил. И сюда включается как симптоматическая терапия различная. То есть это препараты для лечения мышечной слабости, для лечения мышечной скованности, для лечения головокружения, ну, различные другие. То есть какие есть симптомы, такие препараты применяются. И очень большой аспект, и очень важно – это реабилитация. То есть реабилитационная помощь пациентам. Причем она должна быть, на мой взгляд, постоянной. То есть помимо пребывания пациентов в специфических реабилитационных центрах, еще дома должны пациенты постоянно также заниматься самореабилитацией. Вот. А теперь давайте как раз посмотрим на ваших пациентов, поскольку у нас есть сюжет, потом продолжим разговор. Анемела вся левая половина тела. Пропало зрение, начала искажаться речь. Рассказывает Екатерина Клименко о первых симптомах рассеянного склероза. Это случилось 15 лет назад. Как раз был пятый курс университета и диплом. Девушка сразу решила обратиться к врачу. Был период, когда я не смогла подняться с кровати, не могла самостоятельно передвигаться даже с двумя палками, с поддержкой, то есть шагать была слабость в ногах. Еще очень напугала истории, когда я не смогла ручку поднимать. И только вот при обращении к докторам выяснилось, что диагноз рассеянный склероз. То есть потом меня восстановили к жизнему пути. И я поняла, что необходимо регулярное обращение за помощью к докторам квалифицированным. Нужно продолжать жить и развиваться. В зависимости от того, на каком этапе жизненного пути. Но как бы со своими мечтами не нужно прощаться. Рассеянный склероз – хроническое заболевание центральной нервной системы. Для него характерны поражения белого вещества спинного и головного мозга. Нельзя думать, что болезнь не нуждается в лечении. Терапия обязательно, отмечают медики. Так, благодаря правильно подобранному лечению, встал на ноги и пациент Андрей Морозов. Началась моя история. В 2001 году мне диагноз поставили. В этот момент я учился в Аэрокосмическом университете на третьем курсе. Вот, поставили диагноз. После чего я, естественно, не принял сначала. Я очень плакал. Как так? Почему инвалид? Начал заниматься усиленно бассейном. Ходьба, ходьба, ходьба. Вот это вот. И самое главное, что занятие было. Чтобы ты был занят, ни в коем случае не замыкался в себе. Сейчас Андрей и Екатерина – счастливая семейная пара. Планируют очередное путешествие. Любят активный досуг. Поэтому призывают всех, кто столкнулся с этим недугом, не отчаиваться. И тем более не заниматься самолечением. При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу. Только сочетание лабораторных тестов, МРТ и отслеживание динамики клинической картины пациента помогают в постановке окончательного диагноза. Алексей Иванович, после того, что мы увидели, люди действительно такие оптимистичные. Может быть, не все такие. Вопрос. Можно ли жить нормальной жизнью при таком заболевании? Что требуется от самого человека? Настрой имеет большое значение в лечении и преодолении этого заболевания. Как я говорю пациентам, вы должны победить болезнь. Не болезнь вас, а вы должны. То есть вы должны с ней, условно, так скажем, подружиться. Потому что она с вами надолго. И если правильное отношение к заболеванию, к такому хроническому, оно, конечно, будет обуславливать позитивные моменты в излечении и в правильном настрое на какие-то возможные новые обострения или еще что-то. Совместно с пациентом, совместно с лечащим врачом, совместно с родственниками, конечно же, при правильном принятии всех необходимых лекарственных методик, революционных методик, которые сейчас доступны в наше время и на территории Самарской области, и вообще на территории Российской Федерации, возможно добиться значительного клинического улучшения и стабилизации процесса. Но эта работа должна быть совместной. То есть пациент должен верить как врачу, так и, соответственно, самого в себя, для того, чтобы, опять же, как я говорил, победить эту болезнь. Не могу не спросить, все-таки можно ли как-то защититься, существуют ли меры профилактики? И, собственно, кому их применять тогда? Ну, профилактики как таковой не существуют. Соответственно, нельзя там сказать, что вот не делать, как, например, при гипертонической болезни не ешьте соленое, там достаточное количество воды, там при сахарном диабете не ешьте сладкое, тогда это не будет прогрессиваться. Здесь такого нет. Не доказали никакие, проводились многочисленные исследования по диете какой-то специализированной, по приему каких-то высоких доз витаминов, но это не доказало своей эффективности. Ну, в Европе вся витамин Д пьяна. Ну, да, у них солнышко где-то на севере особенно поменьше. Да, прием витамина Д важен для пациентов, но это, опять же, не панацея. Очень многие пациенты, из-за того, что они не увидели, возможно, достаточный эффект, или тот, в который они сами верили, в тот эффект, который должны дать препараты, которые изменяют течение растения на склерозе, они бросают терапию и начинают лечиться, иногда, подчас какими-то парамедицинскими методиками. К сожалению, ни один пациент еще, как я уже говорил, не излечился, и возвращаясь к нам, к медицинским специалистам, порой на запущенных стадиях, когда уже довольно сложно что-то изменить. Поэтому я, конечно, призываю пациентов, чтобы они не бросали терапию. Ее можно сочетать с различной, как я уже говорил, симптоматической терапией. По согласованию с врачом можно использовать какие-то методики, может быть, биологически активные добавки, но основа терапии должна быть все-таки такого тяжелого заболевания, должна быть как бы на научно обоснованных методах. Поэтому профилактики не существует. Недавно одна пациентка обращалась, даже написала на горячую линию президента, когда же придумают прививку от растения и восклероза. Действительно, какие-то методики разработки идут, но на данный момент не имеем сведений о том, что есть что-то действительно стоящее внимания в этом плане. Алексей Иванович, я вас благодарю за тот вклад в борьбу с рассеянным склерозом, который мы с вами внесли сегодня, а вы и делаете это ежедневно. Ну, собственно, прощаемся с нашими зрителями с пожеланиями здоровья. Да, будьте здоровы. И обращайтесь, конечно, вовремя к медицинским специалистам. Не оставляйте себя на один на один с болезнью. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова